друзья всем привет это видео я записываю наверное для частных лиц потому что мастера скорее всего эту информацию знают но если кто не знает то послушайте расскажу я вот о чем как идеально подготовить валик чтоб он прям великолепно носил краску на поверхность и так вы купили валик в магазине упаковки может быть у вас уже валик вы помыли он уже у вас там не первый раз красит но что необходимо сделать перед началом работы обязательно вытаскивать его из упаковки не поленитесь пойдите и промойте его под теплой водой с мылом для чего это надо во первых вы избавитесь от технического ворса пыли от всего того что может на него попасть чтобы это не оказалось у вас на поверхности просто вот так вот подергивать его но это хорошо да и по сухому но все пылинки все равно вы не уберете поэтому рекомендация завода обязательно валик перед началом работы промыть для того чтобы у вас не было никаких сюрпризов на поверхности выйти там пищи на каких-то это первый момент когда он подсох немножко его промыли он подсох как его правильно промокать ванночки с краской многие берут лениться и я сам иногда делаю так на семинарах когда ты окунул банку с краской но я имею в лоточек с краской его отжал окунул еще раз отжал и начинаешь красить это не совсем верно потому что валик не успевает набрать в себя краски достаточное количество чтобы красить хорошо испанцы рекомендуют и я это на своем опыте тоже проверил все работает просто шикарно вы его не два раза окунули отжали а постарайтесь это сделать хотя бы там в течение трех минут вы его пропитываете отжимаете пропитывать отжимаете пропитывать отжимаете пропитывать отжимаете он тогда полностью напитается краской и будет работать на стене просто идеально и очень долго попробуйте у кого там мастера у кого много объектов попробуйте просто в два раза как обычно делать окунуть попробуйте в течение двух-трех минут повторять эту операцию ванночке и вы увидите разницу действительно когда он пропитается краской при питается ей хорошо он на стене будет показывать свои прям отрабатывать на все 100 там 50 процентов от своих характеристик и качество поверхности удобства работы вы ощутите прям сразу на себе не ленитесь перед началом работы проделать эти две нехитрые операции это его промыть чтобы не было всяких там его технического ворса и песчинок и не поленитесь его перед тем как наносить краску на стену его пропитать хорошенько краской и испанцы и иногда делают берут картонку просто пропитыв comics краской обкатывать пока по картонке просто прокатывает опять в conquist cross опять по картонке и когда невидишь на картонки он же напитан они уже идут только после этого на стену результат вас удивит и результат вас порадует если информация для вас была новой ставьте лайки, как обычно, подписывайтесь, рекомендуйте. Если вы эту информацию знали, напишите, что вы знали и насколько эта информация полезна.